Друзья, привет! Мы с вами начинаем новое выживание на карте Рагнарёк, просто потому что она стабильна, и нам здесь всё с вами известно, чтобы не было вот таких вот проблем. Естественно, как я и говорил, с модификацией Eternal. Eternal за последнее время очень много обновлялась, мне сейчас интересно, ECM с ней нормально будет работать или нет, потому что... Ну вообще, ECM это очень сильно помогающий мод любому администратору, и если кто-то не понимает, что такое ECM, да. ECM это, с одной стороны, возможность заспаунить динозавра или предметы, но, с другой стороны, ECM это возможность отследить, что там происходит со спауном существом. Потому что порой ты летаешь, ищешь какое-то существо и не можешь найти, тратишь на этот час-полтора. Так, типа, что за фигня? А вот здесь у тебя есть возможность посмотреть, заспаунился ли он вообще на сервере или нет. Соответственно, здесь много всяких фишек, которые помогают администратору, в том числе, конечно, и спаун вещей каких-то, но я в этом выживании буду стараться, естественно, не пользоваться. Мы с вами сегодня просто построим себе первоначальный домик, приручим себе, скорее всего, лошадку. Почему мы с вами, опять же, на Рагнарёке? Потому что стандартное начало на Рагнарёке, ты спаунишься в Highlands, то есть в Высокогорье, если не ошибаюсь, называется, справа наверху на карте. Здесь есть морковка, здесь есть эквусы, и идёшь себе приручать эквусы. Зачем я сейчас это сделал? Чтобы сделать себе кирку. Мне не хватает немножко камней. Сейчас, секундочку, быстренько соберём камень. Опять же, Eternal это очень большой мод, который за это время, за то время, что я его не снимал, очень серьёзно изменился. В него было добавлено очень много всяких фишек, плюс я сюда добавил одну дополнительную модификацию, которая была создана разработчиком Ark Eternal, специально для той самой ютуберши Space Panda, которую я одно время продвигал на своём канале. Это ютуберша зарубежная, ну, у неё английский канал на английском языке. Но оно очень хорошо, подробно и атмосферно снимает Ark Survival, именно поэтому я её продвигал. Ну, просто я перестал, когда у нас была цель набрать тысячу подписчиков. У меня была цель набрать ей тысячу подписчиков. Мне просто этого хотелось, чтобы человеку было приятно. Именно поэтому я это делал, а не из-за того, что мне кто-то что-то заплатил. Я так, кстати, я такую рекламу на канале не продаю, у меня такого нету, как вы знаете. Просто я потому что считаю, что это фактически не работает. И даже то, что я ей помог, это, по большому счёту, медвежья услуга оказалась. Сейчас, ютуб, он видит, откуда идут просмотры из РУ-зоны, ещё какой-то зоны. И он будет продвигать её контент здесь, в РУ-зоне. Люди будут заходить, видеть англоязычные контенты, такие, типа, чё? И не будут дальше смотреть, да? И это будет очень плохо влиять на её канал. Именно поэтому я перестал продвигать. Это как раз ответ на вопрос тех, кто спрашивал, почему вдруг так. Ну, те, кто вообще не знает, о чём я говорю, и забейте просто. Собственно говоря, мы сейчас с вами отправляемся искать морковку. Если не ошибаюсь, она вот там вот, между деревьями. Для тех, кто написал, а почему вдруг Eternal, а не какая-то другая модификация. Потому что две модификации, которые я хотел бы снимать, то есть это было бы два разных выживания. Одна карта просто убрана полностью с Стима. Вторая модификация, она из-за того, что арк очень серьёзно с тех пор, ей уже два года, очень серьёзно с тех пор обновлялся. Она тупо не работает. И разработчик написал, что он обновлять себе не будет, ничего делать не будет. Потому что, ну, типа, он уже всё, он уже арк не играет. Это очень досадно. Так, мы с вами добрались до овощей. Картошечка. У нас рейты на сбор X1 по-прежнему. Но у меня здесь, помимо Eternal, стоит ещё моя вторая любимая модификация. Это Стимпанк. Та же стоит Озокрафт, то есть это деревянные постройки. Так что у нас с вами будет много-много всего в этом выживании. Я действительно планирую в этом выживании... Ну, это у нас будет долгое выживание. Не на 15, не на 13 выпусков. Как минимум, выпусков 30 в нём будет. И, ну, соответственно, это месяц. Даже больше, с учётом того, что порой не каждый день выпуски выходят. Соответственно, я в конце апреля уеду на недельку в отпуск. Ну, мне просто нужно семью свозить отдохнуть. Это отпуск для семьи, не для меня. Я там буду с ноутбуком сидеть, монтировать выпуски. Я... Every day. Это нормально у меня. У меня вот такие отпуски. Я приезжаю и сижу весь отпуск в номере с ноутбуком. Можно сказать, что нафиг вообще поехал ради семьи. Так вот. Соответственно, из-за этого я решил всё-таки... Это вторая причина, почему я сейчас решил снять Eternal. А не какое-то ванильное выживание или хардкор. Потому что мне просто на хардкор, скорее всего, не хватит времени. Его нужно снимать очень много, вдумчиво. Вот летом я буду на даче. У меня будет гораздо больше времени, потому что бабушка с дедушкой будут помогать с ребёнком немножко. И, соответственно, у меня будет больше возможности снимать арк. И больше его монтировать. Естественно, также снимать по вечерам. И, возможно, будут стримы, если всё-таки удастся решить проблему с интернетом. Потому что она там есть. Вон, вижу вдалеке эквоса. Жалко, что это просто эквосы, а не единороги. Было бы прикольно приручить единорога. 540-й. 23%. Нормально, приручим. Я просто боялся, что может не хватить морковки. Да, вон, я вижу, как раз мотылёк летает модифицированный. Пожалуйста, только не в воду, а. Дружище, развернись куда-нибудь. Давай-давай-давай-давай. Вот на нём мы с вами быстро соберём и ягоды, и всё что угодно. Есть, отлично. Так, и это хорошо. Кстати, что-то там мне положилось в карман, я сейчас не понял. Или не мне? Нет, это, видимо, просто приручении эквоса такая эмблемка появилась. Хорошо, застрял. На самом деле, повезло. Во, и теперь можно спокойно собирать. Кстати, постоянно возникают одни и те же вопросы. Как ты поставил такие высокие уровни на сервере? Модификация Eternal автоматически ставит difficulty на сервере 20. То есть, все уровни повышаются до 600-го. И у обычных существ, и, естественно, у модифицированных. Так, ну, как видите, мы с вами сейчас спокойно будем собирать здесь и ягоды. Ну, единственное, что волокно не будем собирать, но это ладно. Это мы себе сделаем серп или что-то типа того. И сможем, естественно, перемещаться очень быстро. Плюс у нас с вами очень хороший носимый вес. И вот по поводу скорости перемещения, я считаю, что сразу стоит ее подкачать. Чтобы, если что, можно было бы убежать какого-нибудь хищника. У меня плюс 5 уровней, естественно, пока что выносливость и носимый вес. Но нам с вами нужно сейчас банально собирать ресурсы. То есть, а, это у нас с вами, естественно, дерево солома. Можно, конечно, и так долбануть. Так даже быстрее, чем пытаться руками махать. Мне кажется, так реально гораздо быстрее сейчас будет. И в этом выживании, вот прям скриньте в блокноте, крючкой. Я в этом выживании все-таки хочу построить себе большую, хорошую базу. И вот здесь мы с вами немножко по-другому подойдем к этой модификации. Мы попытаемся приручить, ну не то чтобы всех существ, а большинство существ. То есть, есть разновидность существ каким-то. Там, я не знаю, Fire, Elemental или еще какая-то. И мы прям приручаем всех, выставляем на базе. Сделаем большую базу. Все будет красиво расставлено, по полочкам. Ну, я хочу сейчас в будущем делать именно такие выживания. Немножко надоело, как все сумбурно пилить. Да, это будет немножко больше времени занимать. Да, может быть, немножко меньше экшона будет в выпусках. Но посмотрим. Может быть, вам лучше зайдет. Может быть, мне так интереснее будет. Естественно, овощи я на тебе собирать не могу. Но все-таки картошечку давайте подсоберем. Потому что овощи очень хорошо восполняют голод. Вначале нам это с вами очень серьезно пригодится. Почему я еще не хочу здесь выживать? Потому что здесь гигантозавры. Здесь прям реально спаун гигантозавров. И есть очень хороший шанс просто забить этот спаун. И они не будут здесь появляться. Это раз. А во-вторых, есть очень хороший шанс от них отгрызти. Тем более, здесь что-то заспаунится такое, знаете, модифицированное. И следующий момент. Я хотел все-таки посмотреть, какие стрелы интересные добавляет Eternal. Eternal Poison Arrow. То есть примерно такая же, как у нас с вами была сейчас в Redemption. А это что такое? Suicide Poison, я понял. Суббийство. Лук. Каменная стрела. Болос. То есть основные вещи сейчас быстренько выучу. И дальше пойдем смотреть, что еще есть модифицированного. Окей. У нас с вами есть Eternal топор. Хорошо. Он не ломается. И Eternal Cyclone. То есть, естественно, серп делается из дерева и камней. Ты сейчас шутишь? Слушайте, какие молодцы. Они добавили такую классную штуку. Но чего мне не хватает? А, дерева не хватает. Так нет, дерево есть. Подожди. Дерево у нас с тобой вот тут. Вот забираем отсюда дерево, солому. Делаем это дело. То есть таким образом мы сейчас с вами еще и в лак нособерем. 437 Narcoberry. Плюс, помимо этого, я обратил внимание, что Eternal добавил сюда. Это мы сейчас с вами промотаем. Здесь слишком много всего вкусного. Потом, когда мы вернемся. Вот. Eternal Trank Bola. То есть, болос Этерновский, который еще и усыпляет. Но усыпляет существа до Elemental Tear. То есть, элементальный это, если не ошибаюсь, третья стадия динозавров по силе. То есть, начиная с самого первого. Это опять же очень хорошо. Мы при помощи него можем сейчас просто по-быстренькому себе приручить какого-нибудь Птерчика. Но, естественно, Птер нам как бы сейчас и не очень нужен. И вот. Здесь у нас с вами Eternal Econ Pup Collector. То есть, собиратель яиц и фекалий. Eternal Fertmaker. То есть, создатель удобрения. Хорошо. Изменение пола. Дальше. Подожди. Изменение пола. Уд. Офьерджайна. То есть, твоих динозавров. То есть, если там приручаешь двоих боссомцов, можно одного из них сделать самочкой. Это классно. Прикольная штука, на самом деле. Оно увеличивает твоих динозавров в два раза на 60 секунд. Ну, просто, чтобы они стали больше. Это нужно будет попробовать. Но это просто визуальный эффект. А если ты не можешь провести своего динозавра через ворота, используй Smother Potion, который в два раза меньше его сделает. Какие молодцы, сколько они сюда всего добавили. Раньше этого абсолютно точно не было, вот когда я играл. Нет, абсолютно точно не было. Может быть, все-таки какие-то вещи добавлялись, но вот этих вещей я не встречал. Так вот. В этом выживании я хочу повживать не здесь, не на Highlands, не на Viking Bay. Я хочу повыживать около зеленого обелиска. Так что наша сегодняшняя задача это добраться до него на этом Эквусе и не умереть. Я надеюсь, что все получится. И да, я хотел сделать цикл, я сделал вот из серп. Нужно, естественно, собрать себе хотя бы немножечко волокна и сделать первоначальную одежду. Собирать какие-то Eternal Berry. Тоже что-то новое, раньше тоже не было. Используется для того, чтобы привлечать травоядных из модификации Eternal. Все, хорош. Плюс мы с него получаем еще и стрелы транквилизирующие. Вот это прикольно. Хорошо, забираем все это делать. То есть, как вы понимаете, то же самое, что было сейчас в модификации Redemption. Это каменный топор, вот этот. Вот этот каменный топор нужно сделать. Этот можно на самом деле просто выбросить. Первосортку собираем. Че это за топор такой? Он собирает кератин, мясо и кожу. Фига себе. Хороший топорик. Так, поднимаемся в гору. Справа у нас разлом, да? Да, разлом Виверн. А нам нужно проехать вот здесь. Вот здесь вроде не очень холодно. Нормально, терпимо. Нам просто нужно пересечь горы. Потому что это самое такое узкое место. И мы с вами попадаем сейчас в пустыню. Опа, привет. Че за мамонт, интересно? Не, я подъезжать не буду. Вот именно для этого и нужна была позорная труба. Вот это хорошо проработана модификация. И здесь все нормально спаунится. Потому что есть модификации, которые прям очень плохо работают. Особенно с Рагнареком. Я не знаю почему. Они разоточены на какие-то другие, видимо, карты. Или я уж не знаю, почему они заточены. Может, ни подо что. И, соответственно, спаун идет очень плохой. Как же так-то? Тут же вроде можно было раньше проехать. Поедем с вами туда на новой лошади. Да, это чертеж лассо. Я понял, что это такое добавляется. Все, вырвались оттуда. Замечательно. Он просто въехал не на максимальном здоровье. Нет, опять умираем. Черт, а пожалуйста же. Здесь где-то должно быть тепло. Пурлове? Здесь где-то должно... Вот здесь тепло, хорошо. Поедим немножко. Следует? Лошадка, лошадка. Ладно, все, хана той лошадки. У нее очень мало здоровья оставалось. Будем считать, она меня спасла от Пурлови. И куда я приехал? Понятно. Я приехал в Красный Лес. Ваш эквоз был забит, да. Да, понятно. Ладно, поедем через Красный Лес. В принципе, у нас это есть лошадка. У нас есть вещи. Ясно. Окей. Так. Что меня наводит на мысль, что... Первоначально будем выживать здесь. Первоначально мы построим себе домик здесь. Обзаведемся всеми основными вещами. А потом уже будем только куда-то переселяться. То есть здесь у нас будет опорный пункт. Самая первая база. Потом мы себе приручим к какой-нибудь летуна. И на летуне мы с вами долетим до той точки, где я хочу выживать. Зараза такая. Здесь два гигантозавра в этих вот как раз вот горах сейчас уже заспаунилось. Но я все-таки надеялся, что мы проскочим и все будет хорошо. С другой стороны, около Зеленого обелиска там тоже довольно-таки опасно. Тоже очень много опасных мест. Но там очень классно. Блин, я там на самом деле ни разу не выживал, ни разу не строил себе базу. И именно поэтому я туда хотел отправиться. Просто. Раз, два и приручили. Ну он совсем маленький. 60-го уровня был. Нам в принципе этого для начала хватит. Потому что и так было очень много времени потрачено в никуда. Но такое часто бывает в начале модифицированных выживаний. В принципе, вот это место для первоначальной базы, мне кажется, подходит просто идеально. Вот именно здесь довольно-таки плоско. Ну да, мы вот это место отгородим с вами. Поставим здесь небольшой домик и можно будет уже отсюда начинать. Потому что гигантозавры водятся вот там вот на горе. Они, конечно, могут сюда прийти, последовав за каким-нибудь динозавром. Но надеюсь, что все будет хорошо и этого не случится. Даже если случится, то не так страшно в принципе. Так, хорошо. Здесь у нас что-нибудь есть в плане... Ммм, ну понятно. Но здесь алазавры, но типа... Да плевать. Ничего они мне не сделают. Все хорошо. Может быть, я их таким образом сейчас просто оттащу отсюда. Чтобы они здесь не тусили. Давай-давай-давай, за мной. Отлично. Также здесь есть немножко первоначального металла. Трупик базилазавра. Интересно, что я там еще с него буду собирать, кроме кожи. Буду ли кератин собирать? При помощи вот этого топора. При помощи этого топора, да. Первосортка, кератин. Еще бы нефть, на самом деле, должна идти. Но может быть, это при помощи кирки. Все, отлично. Этого нам с вами хватит. Идем сейчас на каком-то 20 уровне, если не ошибаюсь. Это же все у нас сейчас с вами там находится. Да, верстак, плавильная печь. Крафтим с вами плавилочку. Не крафтим, потому что дерево-волокно. Ладно, нормально. Это нужно, значит, сделать... Сейчас, секундочку. Еще раз делаем этот серп. Блин, как классно, что они его добавили. Если не ошибаюсь, это многоразовый болос. Да, reusable. То есть его можно использовать много раз. Давай, приземляйся. Если птерчик будет хорошего уровня, конечно, он быстро не будет приручаться. Там голод довольно-таки медленно спадает. Но пускай просто лежит и приручается. Ну-ка, да, вообще протестируем, насколько он хорошо работает. Он моментально усыпляет. На 80 уровне. Вон там еще один. 80 уровня нам с вами не нужен. Если приручать, то минимум 200. Потому что, ну, сами понимаете, статистики будут чересчур низкими. Мы не сможем на нем летать. 100 тоже фигня. Ну, кстати, можно их отсюда убрать. Сейчас мы с вами найдем себе нормального птерчика. Здесь их всегда очень много. Здесь их всегда навалом летает. Вон летает птер какой-то. Но там, если не ошибаюсь, где-то дилка была. Нет, эту моль с вами дрогать не будем. Вон птерчик. Он даже не один. Их здесь три. Замечательно. Нужно было бы, конечно, сначала здесь поставить себе плавилку. Надеюсь, что он не агрессивный. Тихо. Раз. Второй испугался. Какой уровень? Как по заказу. 200. Все, этого приручаем с вами. Секунду. Много в тебя закладывать не нужно. Этого вполне хватит. Даже половины на самом деле хватит. Я думаю, что да. А мы с вами отправляемся устанавливать плавилку. То есть, самый первоначальный. Может, приземлишься? Может, он получше уровнем. Вон какой-то пошел на посадку. Вот сейчас бы 500 его найти. Было бы просто идеально. Он бы себе спокойно лежал. Приручался бы. 380. Вот. Вот это хорошо. Вот его приручим. Тот тоже пускай приручается. И этот пускай приручается. Лишними не будут. Все первоначальные вещи у нас с вами есть. То есть, это у нас пошла в первую очередь постель. Не пошла. Почему? Соломы мало. Соломы есть. За солому не переживай. Этого добра у нас с тобой навалом. Есть. Хорошо. Дерево солома. Делаем, наверное, пока что вот такой соломиный фундамент. Делаем постель. На плавилку не хватает кремня. Да ты шутишь. Сейчас соберем. Ну вот, теперь все есть. Хорошо. Здесь еще немножко камня и металл. Сейчас тоже подформим. Не страшно. Все, наконец-то. Ставим это дело сюда. Плавилочка пошла вообще где-нибудь с краю. Я думаю, вот тут вот вполне нормально будет. Дальше. Металл. Вот как раз там с вами нужно совсем чуть-чуть поплавить. Капельку буквально. Чтобы нам с вами хватило сейчас на верстак. И чтобы сделать себе кирку. И постелька пошла вот сюда. Если загнемся, теперь есть где встать. Еще немножко камня под долбим. И мы пойдем проверим, что там с терминами происходит. И естественно проверим вот этого голубчика. 10% всего. Вот досадно, а. 10% но оглушение спало прям очень жестко. Давай эту ягод закидываем. Да, это будет долгое приручение таким образом. Все, хорошо. Теперь можно сделать себе кирку. Немножко кожи сюда. Оружие ближнего и кирка. И сейчас соберем металл. Вот теперь начинаем потихонечку выживать. Ступка и песик пошла туда. Дурацкая была идея попытаться сразу доехать. Потому что я надеялся, что сейчас будет не так много модифицированных существ. Но они уже заспаунились. Все хорошо с этим здесь. Тейминг поушен. Вот он он. 100 наркоберри. 50 наркотиков. 50 протухшего мяса. 100 стимберри. Соответственно повышает торпор. И убирает всю еду. Делается в Eternal Workbench. Хорошо, как делается Eternal Workbench? Ну-ка секундочку. Eternal. Где она у нас с вами? Eternal Workbench. DLC. Понятно, это структуры. Нам нужна вот эта цементная паста. Ты меня пугаешь. Не надо меня пугать. Цементную пасту мы с вами можем сделать. Потому что она делается, сами понимаете, с хитина-кератина. Секундочку. Котелок. Это все полезно. Это нужно. С наркотиками, ягодами мы разобрались. Нужна цементная паста. Но типа есть вариант просто тут позабивать обычных дудошек. Я просто не... Оба. Eternal Kibble. Плюс еще что-то получили. Нет, секундочку. Это не во мне. Это здесь. Штанишки. Перчаточки. Да ладно, ты шутишь. Класс. Иммортал. Иммортал. Неплохо. Сколько мы с тебя соберем сейчас? Кератинчику. Семь штук. Маловато будет. Но вообще, если сейчас формануть дудошек, из них такие вещи падают. Ты шутишь, что ли? Я сейчас даже не знал, что такое может быть. Ну-ка, погодь. Мы сейчас с вами оденемся. Иммортал меч. Eternal Kibble. Мы сейчас с вами так оденемся. Dino Blood. Давайте попытаемся прозавриков позабивать. 60-й самец маленький. Да ладно вам? Вы серьезно? Да ну, Бройс. Кана лошади, да? Меня зажали, я не могу убраться. Бедный Эквус. Ну вот. Вон, вижу Эквуса. Побежали. Сейчас быстренько этого и приручим. Бог с ним. Не знаю. Любого уровня. Не, ну конечно хочется повыше. Потому что этот был совсем слабенький. Нормально. Такой нам сойдет. Опа. Это не Эквус. Это единорог. Тихо. Это не Эквус. Это 480-й единорог. Господи, у меня каждая, ну не каждая, почти каждое выживание на Этернал начинается с единорога. Ну да, в этот раз, конечно, началось с трех погибших Эквусов. Но надеюсь, что этого не потеряем. Все-таки 480-й уровень. И он не модифицированный. Досадно. Было бы гораздо лучше, если бы он был модифицированным. Пожалуйста, не ехай туда, там Алазавры. Не надо туда ехать, там Алазавры. Мы сейчас с тобой там сдохнем. Куда угодно, только не туда. Я камеру, естественно, сами знаете, не могу повернуть. Хотя, может быть, на К. На К могу повернуть. В смысле, развернуть просто немножко в другом направлении. Но мне это ничем не поможет. Потому что если он сейчас приедет к Алазаврам, нам хана. Они где-то здесь были. Вон, видишь, с Гильмимом сражается. Поехали от них, поехали. Вот, 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 вот сюда, да, да, да. Да ебона мать, да что ж ты такой вредный-то, а? Это самец или самка была? Я не обратил внимания. Давай, 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 давай. Ну тогда приручайся, что ли. Прикольно, он там гоняется. Ладно, 49%. Глядишь, может быть, принесет. Но опять же, он может спрыгнуть, получить урон из-за этого приручения. Сейчас скинется эффективность приручения. Ой, ты чёрт, ты что ж тебя как-то малозавру-то всё время тащит? 49%. Здесь ещё где-то гигантозавр был, абсолютно точно. Блин. Не в ту сторону мы с тобой, друг, поехали. Давай в камушки. Упирайся в камни. Упирайся в камни. Отлично. 61%. Во, вот так и стоим. Всё. Там ещё картошечку вон есть. Морковки хватает, всё хорошо. 73%. Постараемся, конечно, этого единорога не терять. Ну, то есть я больше через там леса и снега на нём не поеду. Но, правда, в снега мы на нём съездим. У него же сейчас должно быть довольно-таки большое количество здоровья. У нас первый был 500 в уровне, если не ошибаюсь. И там было под 7000, что-то типа того. В принципе, у этого должно быть с этим всё неплохо. Плюс сейчас посмотрим, что там нужно на зелье лечения. Это тоже очень важно. Но, блин, нас вынесли буквально с одного удара. Но, правда, здесь здоровья там очень мало было у того. Мы куда-то поскакали опять. Ну-ка. Нет, это не последнее приручение было. Вот сейчас будет последнее. 96%. Но, в принципе, мы оттуда уезжаем. Там два аллазавра. На брахиазавра напали. Ну, может быть, сейчас огребут. Я надеюсь, что огребут на самом деле. Давай, приручайся. Камон. Вроде никого нету. Вот всегда с последним процентом этим дурацким сидишь такой. Блин, ну давай. Ну, пожалуйста. Ну, приручайся. Потому что вот это... Всё, что угодно может произойти. Может спрыгнуть куда-нибудь. Может ещё что-то. Может кто-то укусить его, да? И всё. И привет. Ну нет, вроде уперлись. Есть. Всё. У нас появляется единорог в этом выпуске. Можно сказать, выпуск прошёл удачно. Ну, теперь главное его не потерять. Естественно, сейчас в первую очередь нужно тебя немножечко раскачать. 4995 здоровья. В общей сложности у нас с вами сейчас 459. Всё. Нужно нести плавица. Этого мне хватит. На все первоначальные нужды, я так думаю. Да и тем более с учётом того, что он тут так хорошо падает. С всяких дудошек. Ну, в смысле, инструменты падают и прочее. То вообще никаких проблем возникнуть не должно. Нам с вами просто сейчас нужно сделать нормальный топор. Хотя ещё не факт, каким топором будет лучше. Подожди. Это птер приручился. Да, это приручился птернадон. Давай за мной. А как у нас дела у того птерчика? Ну, то есть, сами понимаете, сколько времени прошло. Ну, тут бегал, фармил, металл фармил. Не знаю, так по мелочи. 60%. А вот на тебя мы всё-таки сделаем... На тебя мы сейчас сделаем вот это зелье. Всё, стоп. Единственный момент. Сначала мы с вами сделаем всё-таки седло на птера. Давай, идём сюда. Тернадон, седло. Делаем седло хотя бы одно. Ммм, секундочку. Вот оно. Не хватает немножко кожи. Как странно. Может быть, я её просто выложил? Да, я выложил, но у меня, в принципе, её мало. Хорошо. То есть, делаем с вами седло. Остаётся 324 кератина. Наркотики должны были сделаться. У нас с вами сейчас понадобятся самые обычные камни. И, естественно, кератин. И этого должно хватить. А на лечилку нам с вами нужны исключительно редкие цветы. Так. А чтобы сделать эти зелья... Всё, я вспомнил, для чего мне нужна была цементная паста. Ещё раз. Eternal. Секундочку. Нам не на зелье нужно это дело, естественно. Нам нужно, чтобы сделать Workbench. 30 слитков, 30 цементной пасты. Я могу сделать 30 цементной пасты? Я могу сделать 26. Потому что чего не хватает? Не хватает, скорее всего, камней. Какой-то бессмертный паразавр, чё-то убери. Ты посмотри, сколько у него здоровья. Я его бью, бью, бью. Только сейчас появилась кровь. Ты прикинь, какая бешеная сила, а? Я не знаю, сколько это в общей сложности было здоровье. Естественно, так мы сейчас с вами... 25 тысяч здоровья. У паразавра 25 тысяч здоровья. Чё? С него не собирается кератин. Ты представляешь? 25 тысяч. Штаны, мягковые, иммортал. Плюс пика усыпляющие. Ну, это очень хорошо, кстати. Это прям очень хорошо. Я же могу вот так вот кусать? Могу. Нормально. Ну, а с этих? Да нет, с них собирается первосорки, кератин. Вот это да. Слушайте, такое силище я давно не видел. Хорошо, всё, стоп. К этому моменту у нас с вами должно было быть всё готово. У нас с вами есть и ягоды, и металл. Нет, металла не хватает немножко. 18, подожди. 18, 24. Ну-ка, ещё раз. Eternal. Не хватает кожи. А мы сейчас с тобой собирали кожу, подожди. Может быть, в тебе есть. 55. Ещё раз. Eternal. Ещё раз. Eternal. Есть. Делаем верстак, наконец-то. Если не ошибаюсь, этот верстак всё-таки должен просто на пол ставиться. Да, он ставится на пол. Но, блин, пришлось попотеть, чтобы его сделать, честно говоря. Так, нам с тобой нужно немножко протухшего мяса. Есть, хорошо. Хорошо, также нам с тобой нужно вот это дело. Редкие цветы маловато. А вот есть редкие цветы с собой, нет? Я знаю, откуда собрать, просто не выпадали пока что. Нужно вот эти как раз сиреневые цветочки собирать. Нет, это не нужно. Секундочку. Итак, ещё раз. Наркотики. Это дело, это дело. И протухшее мясо. Вводим здесь тейминг поушин, потому что непонятно, где он спрятался. И можем с вами сделать сейчас парочку, да? Даже три. Три можем сделать. Не хватает наркотиков в наркобере. Это мы с вами всё раздобудим. Есть протухшее мясо, есть наркобере. Фу, всё, нормально. Живём. Реально, просто живём. Так, и где наш птер? Где этот долго приручающийся птер? Он же не мог проснуться? Да нет, вот он лежит. Вот он лежит. Ещё 73%. Ты представляешь, сколько времени прошло? Обалдеть. 80-83. Всё, процесс пошёл. На, нормально. Мы с вами сегодня начали всё-таки заниматься и модификацией. Сделали первые зелья. Приручили первых существ. Причём приручили себе серьёзного птерчика. Ведь он серьёзный. 3 900 здоровья, 351. Ну, такой, в общем. Получше, чем тот, но всё равно. Ещё недостаточно силён. Наверное, на этом сегодняшний выпуск завершим. Естественно, приручили единорога. Всем стоять. Стоять. Приручили с вами единорога. Двух птеров. Немножечко прозабирались. Раздобыли себе инструменты. Разобрались с самыми первыми инструментами. Так потихонечку будем продолжать. То есть у нас выпуски будут довольно-таки подробные. Это раз. Во-вторых, мы с вами будем очень много динозавров приручать. На этом пока что всё. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре. А также другим играм удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске. Увидимся в следующем выпуске.